Они хотят сделать то же самое, что сделали англичане. Когда колонии поставляли только сырье и сельхозпродукцию. А, соответственно, производить ничего вы не должны. А производить будут они. Есть три способа получения дохода из ничего. И, соответственно... Я записываю. Падение жизненного уровня украинского населения, деиндустриализация, деинтеллектуализация и прочий это путь. Сегодня уже понятно. Вон как бы, что Соединенные Штаты Америки сделали с Евросоюзом. Вот вы хотите такую же судьбу? Нам такого не надо, как мне кажется. Наша задача пытаться выстроить новую систему, по крайней мере, для себя любимую. Вот что они там будут делать, это их проблема. Давайте мы займемся своим. Мы беседуем в преддверии встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. И вот президент Беларуси в пятницу, анонсируя тему для переговоров с Владимиром Путиным, говорил очень много об экономике и в каком ключе. Он говорил о том, что да, мы часто встречаемся с российским коллегой в последнее время, обсуждаем насущные проблемы, но что касается экономики, они были более такого практического плана. А сейчас он хотел бы обсудить с российским коллегой стратегические вопросы развития экономики и совместного развития экономики. Вот на ваш взгляд, что важно и нужно обсуждать сейчас нашим лидерам с точки зрения стратегического развития экономического нашего государства? Ну, я приведу только один пример. Запад собирается ограничить цены на нефть экспортную. Любые действия в этом направлении бессмысленны до тех пор, пока цены образования происходят в долларах там. Обращаю ваше внимание, Турция уже объявила, что она хочет стать не просто крупнейшим хабом, но и крупнейшим центром ценообразования на газ. Теоретически правильным ответом на такого рода штучки является создание биржи, на которой будет продаваться, не просто продаваться российская нефть за рубли, но при этом где будет происходить ценообразование рублевое. Кстати, это полностью лишает какого бы то ни было смысла любую попытку ограничить цены на экспортную российскую нефть, потому что если вы купили нефть за рубли, то вопрос о том, стоит она дороже 60 долларов за баррель, или дешевле 60 долларов за баррель, лишается смыслом. Я ее купил за рубли. Но если мы начинаем создавать центры ценообразования рублевого, то в этом случае мы разрушаем бред на русскую систему уже окончательно. Это противоречит интересам тех либералов западных, которые и в России есть, и в Белоруссии есть. Я могу сказать, что, например, обучение экономики в Белоруссии абсолютно либерализировано, то вас сейчас не учат нормальной экономики. Там учат такой же экономики, как в Лондонской школе экономики или в Фикаггском университете. И, соответственно, ваша молодежь не знает, что такое экономика. Они не знают, что такое добавленная стоимость. Они понимают только, что для того, чтобы заработать денег, надо что-то капитализировать на фондовой бирже. И тогда у вас будут деньги. И это нехорошо. Это реальная проблема. И обсуждать, когда мы говорим об экономике, то нужно стратегически обсуждать новые модели. А вот теперь я вам скажу принципиально важную вещь. Ценности создаются трудом. С этим никто не спорит. Это мы вообще не обсуждаем. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы эту ценность создать, нам необходимо, чтобы в процессе производства возникала добавленная стоимость. Если вы должны затратить на сырье и оборудование 100 рублей, а продать вы можете то, что вы сделали за 80, это бессмысленная деятельность. Супотронос. Это, кстати, проблема, которая имеется и в Белоруссии, которая производит трактора и все остальное. Или грузовики. Так есть и в России. В России сегодня инвестиционный процесс в реальном секторе не запущен. Есть бюджетный процесс. То есть бюджет выделяет деньги на строительство. Но это же бюджетные деньги. То есть они ничего не стоят. И их не надо возвращать. А если речь идет именно об экономике, тут сразу же возникают проблемы. Кредит слишком дорогой. Но есть три способа получения дохода из ничего. И, соответственно... Я записываю. Люди, которые это делают... Да-да-да, все очень внимательно слушают. Делятся на, соответственно, три больших группы. Это проценщики, оценщики и менялы. В чем их специфика? С проценщиками все понятно. Это ростовщики. Это современные транснациональные банки. Это Бреттон-Вудская система. Которая работает совершенно примитивным способом. Если ты свой, то тебе дешевый кредит. Если ты чужой, то тебе дорогой. Все. С менялами тоже понятно. Минялы – это Ближний Восток, Индия и Китай. Это торговля. То есть мы меняем... Помните, Христос изгонял менял из храма. Знаете, почему? Потому что нельзя было приношению в храму оставлять монетками, где был профиль человека, там, Цезаря в данном случае. По этой причине нужно было стандартные римские монеты поменять на какие-то другие, где не было изображения людей. Соответственно, вы могли их во дворе храма поменять. Ну, а менял и, соответственно, меняли... По правильному курсу. Да, по правильному курсу. Это вот менял. Ну, в общем, на самом деле, торговцы. А оценщики – это еще один вид. Кстати, оценщиками было сыр. Там был Госкомцен. Который внимательно следил, чтобы вы покупали сырье по низким, но фиксированным ценам. И продавали бы по фиксированным ценам. А если вы, например, пытались продать по, так сказать, псевдорыночным ценам, то вы назывались нехорошим словом спекулянты. И вас ждала суд Турма-Сибирь. Так вот, крупнейшими в мире оценщиками была Британская империя. Она до сих пор существует. Например, есть такой термин – ротшильдовский золотой фиксинг. То есть, цена на золото определяется группой банков, близких банков к ротшильдам, которые определяют… Сейчас немножко ситуация изменилась, но много-много-много лет действовала этот самый золотой фиксинг. То есть, вот они, оценщики, они оценили. Они оценили, да, в такую-то цену. Ну, разумеется, имея полную информацию, да, сколько у них контрактов на покупку и сколько на продажу. Если мы больше продаем, то цену повышаем. Если больше покупаем, цену понижаем. А типичность совершенно… Да, так вот, в Британской империи была совершенно феерическая финансовая система, абсолютно гениальная. В метрополии были бумажные деньги, привязанные к золоту, ну, бумажные фунты стерлинга. В колониях были только металлические монеты. Там даже банков не было. Колонии должны были либо выращивать продукцию сельского хозяйства, либо добывать сырье. И направлять это все в метрополию. Если кто-то заработал в колониях, то привезти свои новые капиталы обратно домой в Лондон можно было только в виде золота или серебра. Ну, или там драгоценных камней, если речь об Индии. Никаких других способов не существовало. И при этом было категорически запрещено в колониях заниматься промышленным производством. То есть сельхозоборудование, горное оборудование и все остальное нужно было покупать в метрополии по фиксированным ценам. И война за независимость США в конце 18 века – это война за попытку самим производить сельхозоборудование, чтобы выращивать сельхозпродукцию. Ну и, соответственно, добавленную стоимость самим формировать. И, соответственно, самим получать добавленную стоимость. Так вот, Соединенные Штаты Америки сейчас приняли постепенно. Они отказываются от модели процентчиков. Почему? Потому что модель процентчиков предполагает свободные рынки. Если вы печатаете деньги, вам наплевать, какие цены на рынок. Вы деньги напечатали, вы это купили, а если инфляция высокая, вы подняли ставку или увеличили резервные требования, объем денег уменьшился и все, слава богу. Фактически это инструмент налогообложения в пользу тех людей, которые печатают деньги. А если вы оценщики, то вам ни в коем случае не нужны свободные рынки. Они неправильные, вы же оцениваете. Поэтому лучше всего монополии и лучше всего, когда у вас все разбивается на мелкие кусочки, которые сопротивляться не могут тем ценовым пропорциям, которые вы им втюхиваете. Начали американцы с Китая. Они начали китайскую высокотехнологичную продукцию ограничивать. А дальше они хотят сделать то же самое, что сделали англичане, когда колонии поставляли только сырье и сельхозпродукцию. А, соответственно, производить ничего вы не должны, а производить будут они. Именно поэтому они сейчас начали разрушать так называемые свободные рынки нефти. И поэтому наша задача, если они их разрушают, мы должны создать независимые от них свободные рынки. И не поддаваться, причем еще раз не поддаваться, независимо от того, их цена будет ниже нашей или даже выше. То есть может оказаться так, что цена будет 40, они ограничат шестью, если мы все равно должны продавать за 40. По факту-то примерно сейчас так и получается. Шестью все ограничили, а торгуются-то дешевле. Ну и неважно, если мы согласимся с их моделью, то рано или поздно цена у них будет высокая, и по этой причине они будут развиваться. А у нас будет, а мы будем продавать по низкой-низкой. Такая вот история. То есть это, в общем, достаточно хитрая штука, в ней надо очень тщательно разбираться. Нужно понимать, как устроена экономическая история, но о чем разговаривает Лукашенко с Путиным, я очень хорошо понимаю. В рамках вот этой вот концепции. То есть так или иначе мы говорим о, ну знаете, много говорят там экономическая независимость, суверенитет, в том числе экономический и технологический, который, собственно, вытекает, как мне кажется, из экономического. Без вот этого ключевого понятия суверенитета все остальное не имеет смысла просто-напросто. Все остальное не имеет смысла. Вот это вот ситуация, в которой мы сегодня находимся. Если говорить о валютах, новые единицы расчетов, что это может быть? Просто есть люди, которые говорят, что уже, в общем-то, все готово. Вот я процитирую вам господина Глазева из его телеграм-канала. Для Евразии нужна новая мировая расчетная валюта, проект которой нами разработан и представлен на Евразийском экономическом форуме. Ключевая тема этой валюты, да, вот мы должны создавать новые системы ценообразования. Понимаете? Новые системы ценообразования. А новые системы ценообразования, если мы будем говорить рубль, то у нас вопрос, а как быть с Турцией, с Ираном? У нас нет рублевого кредита на сегодня, к сожалению. Это политика Центробанка. Нет рублевого кредита. Поэтому надо создавать Центробанк евразийский и ему выпускать новую валюту, раз уж мы не можем изменить руководство российского Центробанка. Я эту ситуацию вижу так. Все больше и больше, ну, по прогнозам, опять же, все больше и больше стран собираются как раз-таки переходить на какую-то новую валюту. То, возможно, вот на того, о котором мы сейчас говорим, здесь и Китай, и Индия, и страны ОПЕК готовы, собственно, выходить из МВФ и использовать новую валюту. То бишь, если все так вот произойдет по прогнозам, ну, это прогноз Центробанка, например, 2023 год таков. То есть с долларом мы окончательно прощаемся в нашей жизни? Ну, ну, с долларом, понимаете, в чем дело? С долларом мы прощаемся автоматически, потому что вот эта вот модель процентщиков, она больше не работает. Вы понимаете, тут же вот какой был фокус. Изначально это была схема, суть процентщиков – это физические лица, которые, контролеры, которые получили себе вот то счастье, которое было у алхимиков, печатный станок. Алхимики хотели получать в пробирке золото, эти печатают долларом. Все отлично. Но беда состоит в том, собственно, ключевая проблема, что этот механизм сегодня требует от Соединенных Штатов Америки его поддержания ресурса, который превышает ту пользу, которую они от нее получают. Это с 2008 года. Ну, и зачем Соединенным Штатам Америки сегодня поддерживать этот механизм? Это вред какой-то. Поэтому они его порушат. Я сейчас не буду говорить про то, что они там между собой о чем-то сговариваются. Есть гипотеза, что они там месяца четыре тому назад, американский эстеблишмент, принял решение, что надо переходить на модель индустриализации, то есть трамповскую модель, с тремя упочинениями. Уточнение первое. Не в рамках США, а в рамках Аукуса. Уточнение второе. Нужно разрушить бредно-мородскую систему, потому что она не дает делать инвестиции в реальный сектор. И, наконец, третий. Это должен делать не Трамп. Собственно, ну, потому что Трамп... Ну, для них-то самое главное. Ну, это срабый администратор, да? Ну, как это? Ну, не шмагла, да? Именно по этой причине... То есть его можно сделать героем, поставить ему памятник при жизни еще чертного президента, и его пускать нельзя. Именно по этой причине, как я подозреваю, не вышла вот эта вот знаменитая красная волна. То есть на выборах. Я видел красную волну в 2014 году, 4 ноября 2014 года. Я был в момент Соединенных Штатах Америки. Вот. А тут республиканцев не пустили. Причем я подозреваю, что сами республиканцы. И логика тут была такая. Если бы республиканцы выиграли бы обе палаты, то в этом случае Трамп бы въехал в Белый дом на Белом коне. Ну, безусловно. А тут Сенат не взяли. И, соответственно, у Трампа образовались очевидные слабости. Ну, и теперь они, соответственно, какого-нибудь десантица проведут. Вот, кстати, данные прошлой недели показали, что десантис впервые в опросах превысил популярность Трампа. Все. Диэнг. Ура-ура. И никакой Илон Маск с разблокировками не поможет в том случае. Нет. Илон Маск, он решает совсем другую задачу. Он решает задачу консервативной волны. А на выборах, кого он будет поддерживать, до этого еще далеко. Выборы будут через два года. Вот. Поэтому тут как раз все понятно. Поэтому я бы сказал, что все отлично. В этом смысле. В этом смысле. Буквально совершенно недавно вы предрекли миру величайшую депрессию экономическую. Это основано как раз вот такой прогноз на том, что вот эти системы будут ломаться и роли оценщиков-проценщиков будут переходить от одних к другим. Ну, смотрите. Значит, если вы посмотрите нашу книжку 2003 года «Закат империи доллара и конспекции американцев», там вот уже все написано. Там было написано, что имеет место структурные диспропорции американской экономики на сегодня, то есть на 2002 год, когда эта книжка была написана 20 лет назад, структурные диспропорции американской экономики примерно соответствуют масштабу 1930 года. Ну, то есть в преддверии того кризиса, который привел к Великой депрессии. Тогда, 20 лет назад. После этого вышла книжка в 2019 году «Воспоминания о будущем», где были проведены новые данные, из которых следует, что за это время накопилось еще структурные диспропорции, и нынешний кризис будет в полтора-два раза сильнее. Ну, потому что, как и все такого рода оценки, они там плюс-минус. А дальше, соответственно, этот структурный кризис уже начался. Экономический спад Соединенных Штатах Америки идет уже больше года. Темпы спада по итогам 2022 года будут примерно 6-8% ВВП. Любое дело, что в цифрах они его не покажут, потому что они занижают инфляцию. Но, в общем, как бы видно. И я уже вам могу сказать, что данные продолжают ухудшаться. Макроэкономические данные по миру и по США. Соединенные Штаты Америки приостановили рост ставки. То есть, они поднимали по три четверти процента. А вот на этой неделе, в среду, они подняли на полпроцента. Из чего следует? При этом перед этим они ныли, что инфляция спадает с меньшей скоростью, чем бы им хотелось. Из чего я делаю вывод, что ситуация, ну, как бы скажем так, не лучшим образом развивается. И что уже чревато. Подсмотрим, что будет дальше. Понимаете, мы же не знаем. Они же искажают статистические данные. Мы это можем косвенно. Ну, вот я просто могу сейчас вот вам рассказать. Да, сейчас вот я скажу, чтобы было понятно. В Соединенных Штатах Америки, и это ключевая вещь, впервые за год объем розничных продаж в Соединенных Штатах Америки, несмотря на инфляцию, упал на 0,6% в месяц. То есть это означает, что в год 6-7%. Это вот тот самый спад, о котором я говорил. Ну, и аналогичные данные, там, например, падает. Промышленное производство в США упало в ноябре на 0,2%. Ну, и так далее, и тому подобное. Кризис идет, и он никуда не девается. Так что все идет как надо. Но этот кризис нас же тоже каким-то образом затронет? Или нам удастся избежать? Или что нам сделать тогда, чтобы, если совсем, чтобы он нас не затронул, наверное, он точно не получится? Все-таки мир так или иначе глобализировался очень долго. Чтобы минимизировать для себя какие-то последствия? Ну, не надо ведь переживать. Они сами нас вывели за пределы долларовой зоны. Ну, фактически. С учетом той концепции, которая была выдана в 2003 году, о распаде мира на валютные зоны, мы будем в евразийской валютной зоне. И у нас, скорее всего, будет такая же картинка, как была в 30-е годы прошлого века. Все падают, а у нас рост. Только сейчас этот рост будет, скорее всего, евразийская валютная зона. Это не считая союзного государства и его соседей. Ну, если они не будут дурака валить. Это еще Иран, Турция и арабский мир. Где-то примерно полмиллиарда человек. Этого достаточно для того, чтобы за 20 лет сделать самодостаточную и, что самое главное, современными технологиями зону. Плюс к этому не исключено, что к нам присоединиться, например, Вьетнам или Япония или еще кто-то. Это как бы тема, которую надо развивать, но которая, тем не менее, есть. Вот такая вот история. Ну, я просто смотрю статистику, например, ЕАЭСовскую за 10 месяцев этого года. Рост и промышленного производства, и сельскохозяйственной продукции, и прямых инвестиций тоже рост. А в России тоже рост. Но проблема в том, что в России рост за счет бюджетного процесса и связанного с ним. А нужно запустить малый и средний бизнес. То есть, грубо говоря, нужно запустить импортозамещение. Но теоретически это может сделать Беларусь импортозаместить. Но в России закупки импорта 300-400 миллиардов долларов в год. И эти, ну хорошо, там, 200-250 из них – это ширпотреб, которые запустить ничего не стоит. Вы себе представляете, какой объем инвестиций может свалить экономика, если у нас есть гарантированный спрос 250 миллиардов долларов в год? И мы этого не делаем, потому что у нас, значит, Центробанки, это делают запрещение. То есть, это абсолютное вредительство. Нужно при этом понимать, что логика этого вредительства раньше была очень простая. Что говорили там Набиулина, Силуанов и другие представители либеральной команды. Мы должны идти в мировое сообщество. У нас должна быть единая судьба, как у всего человечества. Сегодня уже понятно, что Соединенные Штаты Америки сделали с Евросоюзом. Вот вы хотите такую же судьбу? Нам такого не надо, как мне кажется. Что можно сказать тем людям, которые далеки от понятий таких макроэкономических, которые, я не знаю, может, в России это не так, а белорус, он среднестатистический белорус, ну, как-то сложилось, что сам себя ловил на мысли, что вот иногда покупаешь что-то в рублях, допустим, белорусских, и где-то как калькулятор автоматически тебе считает, сколько это долларов. Ну, так у многих у нас, у наших людей так повелось. И он слышит постоянно из новостей, что доллары это фантики, что вот эта система, она уже рушится, и вот-вот трухнет, и так далее, и так далее. Но в этот момент у него поворачиваются глаза на обменный пункт, он видит курс. И он понимает, что он сегодня один доллар поменяет там на, ну, не помню, там сколько, два там с половиной, два и шесть рубля, и сможет за это что-то купить. То есть это не фантик. Вот как этому человеку объяснить вот эти все сложные теории в его обыденной жизни? Вы знаете, вообще говоря, дело это сложное, чтобы не сказать, бессмысленно. Люди, существа, слабые. То есть они пытаются как бы жить в рамках некоторых типовых традиций, как все людей, которые обращаются к экспертам или тем более, которые читают тексты. Вы знаете, я вот, вы будете смеяться. Я тут разговаривал со всякими маркетологами на предмет своих обзоров. Ну, как, это как бы мой основной источник дохода продажа обзоров фонда Хазина. И я задавался вопросами. И мне маркетологи сказали совершенно гениальную фразу. Они сказали, Михаил Леонидович, людей, которые готовы вам заплатить, в разы больше, чем тех, которые уже купили обзоры. В разы, там, в три-пять раз. Но никто не хочет их читать. Добавьте в обзоры видеофайл. Только в этом дело? Да. Да. То есть это не потому, что человек не хочет думать, и вот он привык жить, что вот здесь он поменяет доллар или меняет его назад на рубль, здесь он пойдет в магазин. Ну, у него есть какие-то, да, там, сложившиеся традиционные модели поведения? Стереотипом и воспринимать новую информацию он не умеет. То есть нужно каким-то образом эту новую информацию ему объяснить. Если вы ее объясните, он примет решение. А если вы правильно не объясните, он не поймет, ну и все. Вы говорите о том, что нужно менять систему. Нужно менять систему, и вот эти вот либеральные установки, ну, как можно быстрее с ними прощаться, что ли, я не знаю, что с ними делать. Но важна политическая воля, на мой взгляд, в первую очередь, такая, очень серьезная. Это раз. И второй момент. Вот вы чувствуете, вы видите, что эта политическая воля созрела для каких-то серьезных решений? Значит, смотрите. Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, надо прежде всего понимать, что руководители государств, которые должны проявлять политическую волю, они живут в некоторых моделях. Ну, вот как мы живем в типовых моделях, так и они живут в типовых моделях. И эти модели совсем не те, к которым мы привыкли. Это другие модели. Я в силу своей работы в администрации президента, я руководил экономическим управлением президента Российской Федерации. И состоял с ним в каждодневной переписке. Не в личных разговорах, а в переписке. Переписка – это куда более устойчивый жанр, потому что у президента нет возможности каждый день разговаривать. А бумажки он получает каждый день. И по этой причине у меня есть некоторое представление о том, как президенты принимают решение. И по этой причине я могу вам сказать, что та картина мира, которая у Путина, она разительно отличается от той картины, которую имеют в виду обыватели, которую имеют в виду журналисты, которые рассказывают обывателям, которые имеют в виду политологи, которые выступают экспертами у журналистов. Просто потому, что эти политологи никогда в жизни не видели, например, как выглядит записка президента. Я их написал, ну, если считать все, то где-то тысячи полтора. Понимаете? По этой причине я хорошо понимаю, что вот тот формат, в котором люди рассуждают, ничего не описывает. Вот. И по этой причине мне много чего понятно. Я прекрасно понимаю, что люди действуют, ну, вот для примера. Вот вам как бы типичный совершенно пример ситуации, которая с президентами, с любыми быть не может. Вот некоторое время тому назад на улице Минска, ну, и вообще в Беларуси, вышло довольно много людей. Было дело. Которые там чего-то вопили. Вот ключевой вопрос, который мне хотелось им всем задать, опытным, да и в рознице тоже. Ребята, чего вы хотите? Мы хотим убрать Лукашенко. Для чего? Мы хотим свободу этим оказывать. Для чего? Что вы хотите? Вот, соответственно, на Украине скинули Януковича. Вот что получили. Это кровавый тиран Путин. Какой кровавый тиран Путин? Падение жизненного уровня украинского населения, деиндустриализация, деинтеллектуализация и прочее. Это Путин. Путин был вынужден реагировать на эти процессы. А вы-то сами. Он надоел. Ребята, еще раз объясню. Сначала объясните, что вы хотите. Вот любой президент, если он хочет остаться на своем месте, прежде всего размышляет на тему о том, о чем он хочет. Вот чего мы хотим? Вот я понимаю, чего мы хотим. Мы хотим создать относительно независимую. Относительно, потому что совсем независимой экономика, пускай большого региона, от мировой быть не может. Ну, по определению, да. А создать самодостаточную, ну там на 85%, на 90%, экономику, успешно развивающуюся большого региона, валютной зоны, евразийской. Еще не так давно было непонятно, кто туда войдет. Потому что для того, чтобы она была устойчивой и саморазвивающейся, нужно было полмиллиарда человек. Сегодня уже понятно. И Путин очень много работал над тем, чтобы в эту зону вошел арабский мир. Десять лет назад представить себе было невозможно. Да. Чтобы там Саудовская Аравия вела себя так, как она себя сегодня ведет. А как вы думаете, почему? А потому что Путин предъявил аргументы. Что можно получить, если вести себя правильно? Понимаете? Вот я могу вас уверить, что принц Салман, это не тот, принц Салман, Мухаммед Дон Салман, что он не тот человек, который будет выходить на улицы Минска с плакатами «Долой Лукашев». Потому что он думает о том, что он хочет. А вот те люди, ну вот, понимаете, да? Я много знаю российской молодежи, да, которая теоретически могла бы выйти на улицу. У них абсолютно то же самое хрень. Как только им задаешь вопрос, что вы хотите... Это плывут люди, да. Вы хватите тыквенный латте, чтобы у вас был. Но вместо этого вы что получите? Африку? Ну или нынешнюю Украину? В нынешней Украине, на нынешней Украине, есть для некоторых людей тыквенный латте. Но не для всех. Ну, для многих есть напитки подороже, но опять же не для всех. Мы говорим же от сына на розе. Да, вот и все. Да, вот так и тут. Вот Путин предъявил, что он им предъявил? А он им предъявил ту самую экономическую модель, которую мы описали 20 лет назад. Дальше можно спорить. Он нас читал, или ему кто-то пересказал, или он сам придумал. У меня нет мании величия, типа я не собираюсь бить себе палкой в грудь, скачать. Вот, смотрите, это я придумал экономическую модель Путина. Но я понимаю, что Путин модель предъявил. Я понимаю, какая это модель. Потому что ничего другого не видно. Ну, то есть сейчас это уже почти всем понятно. Американцы там Аукус, мы Евразийская зона. А Евросоюз это зона свободной охоты. Кто что-то там отдербанил, тот и молодец. Важно ведь понимать, что наши лидеры знают, куда идут. Коль вы говорите, что вот она на наших глазах формируется, вот эта вот Евразийская зона, в составе примерно полмиллиарда человек. И мы туда входим, и нас ожидает, ну, по всем раскладам, экономический рост, в отличие от иных. То почему бы и нет, как говорится. Будем тогда верить в лучшее, что называется, и крепить нашу все-таки суверенитет и независимость общую. А крепить надо оборону. Потому что там, те, кто там, вот процентщики, они не идиоты. И они понимают, что их время прошло. И они понимают, что единственный способ зацепиться за власть, это некоторую территорию окружить и истребить в ней любое инакомыслие. И они прекрасно понимают, что если они попытаются оградить только Евросоюз, но при этом на границе будет Россия, Белоруссия, Турция, то от этого Евросоюза ничего не останется. Потому что есть целая куча вопросов к целой куче нынешних территорий Евросоюза и НАТО. И у Турции тоже. И по этой причине единственный способ – это что сделать? Ликвидировать Ардогана, ликвидировать Лукашенко, ликвидировать Путина. Вот они и пытаются это сделать. Другое дело, что, дай бог, и, судя по всему, не получится. Но это не значит, что они прекратят пытаться. У них сейчас цель номер один – натравить Ардогана на Иран. И еще одна у них цель. Обратите внимание на замечательную историю, которая произошла месяц назад, когда ненавидящие друг друга лютой ненавистью Блинкин, госсекретарь США, помощник президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Сальева, ночью, ну, они были на Бали в это время, балийской ночью вместе с Байденом, которому надо спать 18 часов в сутки, пытались остановить тот грандиозный скандал, который был связан с попаданием украинской ракеты на территорию Польши. И которую все евросоюзовские СМИ обозвали российской. Это не просто так, потому что один из планов не только Ардогана на Иран, но и объединенные польско-литовские войска на территорию Беларуси. Ну, будем думать, что как-то мы предупредим эти их зловредные мысли и тем более действия. Кстати, это к вопросу о том, о чем могут разговаривать Батька с Путиным. Но я бы сказал так, что мы подошли к ситуации, при которой старого мира больше быть не может. Независимо от желаний кого-то там. Да, он просто объективно существовать не может. Можно пытаться свалить вину на кого-то там, опять-таки на Си, на Путина, на Байдена, но от этого ничего не меняется. Все равно эта система больше существовать не может. Поэтому наша задача пытаться выстроить новую систему, по крайней мере, для себя любимых. Вот что они там будут делать, это их проблема. Давайте мы займемся своим. Вот пока я вижу, что ключевая тема, которой мы должны заниматься, это тема о независимое ценообразовании на принципиальный экспортный ресурс. Все? Да. Сюда же входит не только нефть и газ, но и белорусская калийная соль, например. Да, например, удобрения. Ну что ж, пожелаем успехов нашим, всяким людям, которые принимают решения на эту тему. Ну и себе тоже. Тем более, что Новый год на носу, как ни крути, хочется, чтобы в Новом году всегда было лучше, чем в старом. Ну а чем в таком старом, как в 2022, так уж точно хочется, чтобы было все лучше. Спасибо. С наступающими праздниками. Всего доброго, успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова